Последний инструктаж и сотрудники госавтоинспекции Ленинского района готовы ехать на рейд. Внимание, мототехника. С 14 июля по 14 августа на территории Московской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление детей за рулем мопедов и мотоциклов. Ведь в сезон каникул количество подростков, которые садятся за это, по их мнению, легкое в управлении транспортное средство, увеличивается в разы. По правилам дорожного движения Российской Федерации административная ответственность наступает с 16 лет. До 16 лет ответственность несут за маленьких участников дорожного движения, то, что касается водителей, мототехники, их родителей. Но, судя по статистике, родители, кажется, забывают о законе и сами же покупают детям мопеды, на которых ребята выезжают на дороги общего пользования, тем самым осознанно подвергая жизнь своих детей опасности, в то время, когда законно управлять мототехникой можно только с 16 лет и после получения водительского удостоверения категории А. Штраф предусмотрен для родителей либо предупреждение первый раз, либо штрафные санкции от 100 до 500 рублей. Это статья 5.35 Кодекса административных правонарушений, ненадлежащий исполнения родительских обязанностей. С начала мотосезона на территории Московской области было зафиксировано почти 300 дорожно-транспортных происшествий. 29 человек погибло и около 280, 10 из которых дети, получили травмы различной степени тяжести. Мотоциклы и мопеды – это средства передвижения повышенной опасности. Управлять ими стоит не только имея на это право, но и, как говорится, с умом. Даже мотоциклисты со стажем аккуратно подходят к этому делу. А что уж говорить о детях. Надо с ними заниматься. Как минимум правила движения, пускай знают. Но я все-таки за то, что категорию М ввели, что с 18 лет только на мопед садиться. Потому что в голове до 18 лет очень горячо и опыта мало. Много смертей, много неопытных водителей. Так что нельзя такое допускать. Подобные рейды будут продолжаться, но предотвратить несчастные случаи с детьми на дороге у дел их родителей. Поэтому так необходимо ответственнее относиться к тому, на чем и где передвигается ваше чадо. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, МИДНЕТВ.